Ну и в самом конце я, конечно, должен ответить на сегодняшний выпад абсолютного, ничтожного, жалкого, опустившегося человека. Если это ничтожество уже начинает моих детей поминать, есть ли это жалкое ничтожество, потерявшее последнее. Есть какие-то вещи, после которых человек вообще исчезает. Его можно жалеть, потому что он болен. Но когда ты начинаешь про детей... Я понимаю, Вася, что тебе на себя за раз в зеркало сложно посмотреть. Ты не помещаешься. И да, когда ты похудеешь, у тебя будет шея. И, Вася, эту шею я двумя пальцами свернуть могу. И понимаешь, Вася, вот я действительно, у меня нет шеи, Вася. У меня здесь мышцы. Понимаешь, Вася, я всю жизнь занимаюсь спортом. Я отнюдь нет никаких иллюзий. Я никакой не спортсмен. Но я, Вася, в отличие от тебя, мужчина. И у меня есть представления о чести, а у тебя их нет. Когда ты, Вася, открываешь свой грязный, поганый рот и пытаешься говорить о детях, ты, Вася, себя вычеркиваешь. И списка людей, которые, ну, хотя бы теоретически, могут показаться душевнобольными, но с шансом на исправление. Нет, Вася, это ты что-то сильно не понимаешь. Знаешь, Вася, я много хожу по улице, ну, до, естественно, карантина. Сейчас я передвигаюсь в соответствии с требованиями закона. И я люблю людей, я много езжу, много говорю с людьми. И ко мне очень много людей подходит и благодарят за то, что я делаю. Меня не волнует твоя бота-ферма. Но я вижу, как ты, Вася, испугался. Как ты уже выступаешь без марафон-бета. Вася, ты испугался. Спонсор-то ушел. И уже этот свой вызов ты записываешь без них. Вася, и ты испугался. Ты уже, и вон, как стал Путина облизывать. Ты уже стал просто о Путине говорить так, что прям записался верные путинисты. Тебе страшно, Вася? И когда ты говоришь глупости о том, что это студия ВГТРК... Нет, Вася, это не студия ВГТРК. Даже не близко. И это не бункер. И, кстати, научись монтировать. Ты так грубо режешь то, что у тебя там пытаешься снять на телефончик, что возникает ощущение, что ты вообще не в профессии. Деградировал сильно. И повторю тебе еще раз, Вася. С такими, как ты, на батлы не ходят. Но если они оказываются в зоне досягаемости, Вася, их по морде бьют. Потому что ты, Вася, просто мерзавец. У тебя нет чести, нет достоинства. Унизить? Нет, Вася. Я просто тебе разок врежу, как бьют мерзкую, жалкую скотину. Разок, пощечину, мерзавцу влюблю. И если ты свой грязный язык еще раз позволишь себе, это ты, скотина, пытаешься меня обвинить в фашизме? Ты хоть кино-то посмотри. Тогда хоть поймешь. Ты подпеваешь жалким обсоском Навального? Нациста? Ой, нет, нет. Дипломированного националиста Навального. Ты теперь с ним спился? Или ты подпеваешь его скоту Головачу, по-другому его назвать не могу, который писал работой, восхищаясь несчастными японскими военнопленными, не зная о том, что японцы творили? Надо быть, Вася, идиотом, чтобы заподозрить меня в симпатии к фашизму или к нацизму. Ты, Вася, видна из тех, который во время войны был бы власовцем и коносмотрщиком. А я, Вася, еврей. Я, Вася, таких, как ты, ненавижу. Потому что знаю, будь у тебя возможность, ты бы нас на куски резал. Потому что ты, Вася, мерзость. Поэтому, когда ты в следующий раз подумаешь, чтобы меня на что-то вызвать, то знай, когда ты меня увидишь, никакие вызовы тебе не понадобятся. Ты поэтому, Вася, голову включи. Голову. А то, знаешь, вот эта рука может голову в другое положение тебе привести. И долго ты ее потом будешь из своей задницы вытаскивать. Просто сверху по куполу врежу. Ты, говорят, высокого роста. Ничего себе, подпрыгну. Я достану. Либо первым ударом тебя загну. Смотри у меня И смотри в оба И озирайся по сторонам. Это тебе не языком болтать. Это тебе, Вася, за свои слова отвечать. Либо извиниться. И это уж выбирай сам. Спокойной ночи, дорогие друзья. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok